Интересного в этой раме. Мы с вами можем посмотреть не только, что это фабричный пакет, но посмотреть на пластику, какая сделана, технология изготовления. Мы смотрим, наверное, с точки зрения реставрации, можно было рассказать, что какие нюансы упадут. А как они вообще-то? Это было какое-то... Вы знаете, вот перед тем, как приступить к реставрации, все изучается. И вот на этой раме есть одна интересная особенность, что она изготовлена была методом прокатки. То есть, вы знаете, как на деревянное стол наносился мастика и на валик металлический в зеркальном отражении сделан этот декор, который под мягкой мастикой высыхает, затвердевается, потом наносится покрытие. Нет, ну здесь покрытие. Здесь, понимаете, такое сочетание. Очень часто уже, чем ближе к 20 веку, больше используется большой выбор материалов. И носится и ботали, и цветные лаки, и краски, и пудры. Вот. И здесь, чтобы, видите, у нее передать эффект, когда задумывается, скорее всего, автором, что... Брон, да. Да, под... Нет, подмедь. Подмедь. Патина, видите, такая... Да, да, да. Патина... Нет, нет. Но вот эти маленькие трещинки, это неизбежно. Это карпеллюра, потому что мастика, она, естественно, от разности температур... Нет, нет, нет. Это просто... Просто ее жизнь. За тот срок, сколько она живет, да? Происходит просто усыхание, высыхание, деформация, образуется капелюр, приподнимаются края, которые просто нарушаются некоторое... Ну, дерево тоже живет, собственно говоря. Конечно, конечно. Я только думаю, какую картину можно было бы сюда вставить, потому что я даже не представляю... Модерн. Модерн, да. А вообще что-то... Это может быть живопись, это может быть графика. То есть... По данным, которые вот пока я располагаю, мы не можем предположить, что там было. Потому что то, что к нам поступает реставрация, это не только всегда, знаете, связано для выставки, для какого-то проекта, для экспозиции, да? Обращаются иногда охранители с просьбой ту или иную раму сделать реставрацию. Здесь, конечно, видите, все, которые рамы выставлены, это вот рамы, так называемые, долгосрочной реставрации, плановой. Понимаете, это где выполнен весь комплекс работ. Весь комплекс. Вот. А также вот как бы как наш отдел, он же работает и в срочной реставрации, и в среднесрочной, и подготовка к выставкам. Есть вот такие вот проекты, которые реставраторы делают. Это делают и полгода, и год, и два. Ага. А иногда бывает надо остановиться и подумать, что делать дальше, да? Ну, конечно, это же ведь технологии. Вы знаете, несмотря на то, что мы с вами говорим про рамы, это ведь дерево, левказ, лак, позолото, это все то, что, знаете, во многом можем встретить с вами в других отделах, где работают. То есть вот эта рама не резная, а вот эти рамы резные, скорее, или тоже какие-то? Нет. А вот тут вот хитрая вещь. Вот посмотрите, мы специально постарались так вот показать. Разные. Вот две знаменитые рамы, да, в общем-то многие про них слышали, верещагинные рамы. Ага. А вот это вот резные рамы. Это на которые мастер-резчик выполнял по проекту по эскизу резьбу. Резьба эта покрывалась левказом. Левказ обрабатывался. Наносилось позолото. Позолото наносилось разными способами для эффекта. Там глянцевое золочение, матовое золочение. Чтобы добиться нужного результата. А вот эти рамы, например, вот ее соседние, то есть мы издалека смотрим, ну, на фоне, да, в общем золотые, в общем декор, да, но это уже мастичное. А-а-а. Да, это уже ближе, понимаете, чем ближе мы возвращаемся к вам к 20 векам, к развитию производства доступных материалов, чтобы разнообразить рамы, чтобы их упростить, чтобы сделать их дешевле. Упростить, где удешеветь. Находились новые материалы, да, появлялись новые, которые уже находились способы. То есть рациональность была прежде всего. Конечно. Понятно. Ведь и уже, и пробуются новые материалы там, и гипсы, и, да, и мастика, и папье-маше. И внедряется пота лимитация по золотой. Она совершенно, да, разница сплав и золото как таковое сусальное. То есть вот и мебель тоже может быть не резьба, а какая-то... Нет, мебель тут, это не моя епархия, вот поэтому тут я вам, пожалуй, не скажу никакие данные. Это может Ерина Степановна вам расскажет по поводу резьбы. Понятно. А ваша епархия только рамы? Только рамы. Понимаете, у нас отдел, который вот в 81 году, как мы открылись, специально только по рамам. Потому что то, что творилось с рамами... А рам в русском музее нет. Огромное количество. И сколько мы работаем, мы понимаем, что горизонта мы еще не видим. Понятно. Да. То есть вы утонули в количестве пока что... Ну, в количестве и в качестве. И в качестве. Знаете, тут гонка не за количеством, конечно. Потому что это же реставрация научная. Это же не только... Просто наша специфика дела, понимаете, мы работаем... Вот если вы можете прозвучать рамой. Это мы. Вот рамой. Откажите, пожалуйста, вот эта рама тогда... Это тоже мастика? Это вторая половина 19 века. Да, это мастика. Мастика, ага. Это мастичные формы. Понимаете, чем позволяла, что сделает мастика? Формы, которые снимали для оттисков, и потом сделать, подобрать... Ну, знаете, так если бы сказать, дизайн этой рамы, да? Что хочет автор или заказчик. Они позволяли вот за счет вот этой простоты и удобства сделать любую форму. Уже рещик для этих целей не нужен. Понимаете? Это упрощает. Это дает доступ огромный, что можно изобразить, что можно сделать. И ускоряет. И ускоряет, конечно. Потому что, ну, все-таки рещик, это вот как соседние рамы, да, верещадины, да? Вы понимаете, это что значит? Это вот руками. Это все режется. Это все долго, медленно. Да. И это не масштабируется. А вот это можно сделать на любой размер, вот это вот, да? У нас, в России, в конце 19 века этих форм было огромное количество. Огромное. И они, может, позволяли просто за счет мастики сделать этот откис, установить его, дать ему высохнуть, обработать и уже наносить покрытие, которое, в общем-то, считали необходимым. Если я правильно понимаю, то есть можно было наращивать, например, вот, если меньшего размера картина, да, или это все-таки уже… Нет, у нас есть багет, который сделан конкретно, рамой, конкретно сделан для конкретного произведения, а существовали уже к концу 19 века багетные мастерские, которые просто производили багет, как мы с вами привыкли. Просто он у нас сейчас один, ну, а тогда были варианты совсем другого. Ага. Я, по-моему, говорю, просто общую информацию, вы понимаете, да, мне больше как бы по реставрации, как бы, а вам скорее даже… Ну, понятно, нет, ну, интересно. Больше это все. Да. Я просто могу сказать, что это спецификация реставрации, да, что она уже, понимаете, надо учитывать очень много нюансов. Ага. Например, мы с вами говорим мастики. А что такое мастика? А мастика тоже разная, да, да. Кто-то добавил больше мела, кто-то добавил больше клея, какой клей использовали, какой мел, сколько давали просохнуть, неплохо давали просохнуть, как он живет. И когда она поступает в реставрацию уже, да, не только визуально, и опыт реставратора, и визуально… А, то есть вот сначала химический анализ. Обязательно. Обязательно. Потому что только наша лаборатория может нам рассказать, понимаете, что там, как там, из чего состоит. Ага. Да. Сколько… Сколько просохнуть, сколько отпускать этого клея. Ну, то есть и это тоже не так легко, как можно подумать, да. Нет, нет, да. Понимаете, когда мы просто часто очень обращаем внимание на рамах, мы ведь привыкли, что да и это нормально, рама для… Да, да. Она, с одной стороны, мы сейчас смотрим, как самостоятельный предмет прикладного искусства. Ага. И когда мы больше узнаем, мы понимаем, какой труд, в общем-то, что при создании рамы и при ее реставрации. Потому что она перекликается со многими нашими смежными профессиями реставраторов. Да, это деревянная основа, это леггрунты, это покрытие, это лаки, казалось бы, да. Это где встречается? Ну, после визита в мастерские мы уже начали вникать в комплексность всех мероприятий. Да, и оно вроде как отдельно, а настолько получается смирно все это, да, мы перекликаемся со многими другими мастерскими по материалам, да, что вот приходится так работать. И без лаборатории, конечно, достаточно визуального там наблюдения и опыта. Наша лаборатория нас просто спасает. Она дает нам полную информацию максимальную, чем мы имеем дело, с каким качеством, и какие уже мероприятия реставрационные производят. Давайте вернемся все-таки к верещагинским рамам. Вот, а имя автора этих резерв... Это вот вы можете посмотреть, это знаете, вот опять-таки я повторяюсь, да, я немножко, мы с вами уходим в какую-то искусствоведческую такую сторону. Ага, ну, это неизбежно. Я только могу дать поверхностную информацию достаточно, да, потому что я с точки зрения реставрации это все. А эти рамы, вот, верещагинам, которые, такая вот общая информация, они заказывались им самим. Он сам придумывал изображение. Он искал мастерскую, и даже вот у нас вот написано. Это было Ростове Великом, он нашел резчиков, которые по его эскизу, для его работ, для серии его картин, да, уже исполняли, реализовывали, да, вот этот вот заказ. Потому что они даже немножко разные, если вы посмотрите, да, такой русский стиль, это такой больше уже, да, несколько иное, да. Да. И мне кажется, здесь полированное золото, а там не полированное. Вам все правильно кажется, только не совсем полированное. А как это называется? Это комбинированное золочение. Ага. Она используется как раз полированное золото, да, и матовое золочение. И за счет вот этого вот комбинации, когда мастер это все делал, да, происходит вот такая вот игра, чтобы добиться нового эффекта, ну, нужного эффекта, да. Мы с вами видим, где-то металлический блеск позолоты, где-то она, наоборот, приглушенная. Это способы золочения, которые при работе потом, конечно, реставраторам учитывается, на что выполнено, какая технология у этого, на какой лак она сделана, чем она покрыта. И отсюда идут уже вот эти реставрационные нюансы, которые, естественно, правильные дают подход. А вот это, реставратор этой рамы вот закончена? Да, это закончена. Закончена, да. То есть она была такая тусклая, ну, по сравнению с этой. Понимаете, как правило, рамы, которые здесь представлены, они были, конечно, в очень печальном сохранности, да. Повод для передачи их в мастерскую, конечно, это приводить, да, причина для этого есть. Не просто что-то, что-то, а, как правило, это полный комплекс работы. Это работа с деревянной основой, с грунтами, с резьбой, с покрытием, с лаками. Там были многочисленные, вот если даже мы просто посмотрим, если присматриваться, мы можем увидеть где-то разрушения, которые были, да, где-то реставрационные тонировки, разрывы конструкции, да, какие-то утраты грунта. Ну, просто сейчас это очень, видите, благодаря вот реставрации мы с вами видим такую целостную картину. Да. Да, и поэтому только вот если на каких-то мы с вами вот можем посмотреть здесь представленных фрагментах, да, какие были разрывы, да, какой она была темной. Вот оставлены даже контрольные, да, фрагменты, да, насколько вот она была темной, насколько она была загрязнена. И как реставратору удалось вот постепенно все это раскрыть поверхность, чтобы показать ее максимально первозданную виду. И даже вот на этих соседних, вот видите, мы можем с вами посмотреть, видите, вот эти контрольные участки. Вот они, контрольные участки, да, это специально оставленные, да, чтобы можно было посмотреть. А вы потом их уберете? Потом убирается. Это для выставки. После того проходит реставрационный совет, делается фотофиксация, все это фиксируется. И потом уже, естественно, чтобы... Приложные участки. Ну да, чтобы... Конечно, оно, видите, немножко нарушает же некоторую эстетику, да. Да, контрольные участки убираются. То есть это дронный участок, это как с головой? Да. Это до... Чтобы оставить, показать, что было не с конструкцией, не с дронком, а то поверхностные загрязнения, поверхностные вот такие тёмные состояния основного покрытия до реставрации. И то, это уже, знаете, как бы стадия того, что вот не стойкие загрязнения удалены, а это уже плотные, которые требуют именно... Понятно, то есть пыль смахнули и грязь смахнули. Да, пыль вот эта лёгкая, да, она убирается, даже в процессе ещё работы. А стойки, которые уже, знаете, как мы с вами сможем, там, в жизни, вот и все в иконах, прочистка, она уже выполняется, да, потом. Это как бы одна из таких же, когда движется работа по консервации закончена, уже приступается на финальную стадию очистки, раскрытия поверхности и потом уже тренировка. Спасибо.